Заседание Совета по охотничьему и рыболовному хозяйству проходит в новом формате. Частично поменялся состав Совета, а кресло председателя вместо Сергея Пахомова теперь занимает Владимир Герасимчук. В целом встреча носила информационный характер. Руководитель службы по охране объектов животного мира Дмитрий Горелов рассказал о положении дел в рыболовном и охотничьем хозяйстве региона. Что касается последнего, то в отношении его к 2016 году завершат территориальное планирование. Это будет документ, четко регламентирующий, какие территории навсегда останутся общедоступными и никогда не будут переданы в лоты. Сейчас общедоступных охот угодий в области 54%. Законодательство позволяет сократить эту цифру до 20%. Проблема в том, что такие территории получаются как бы бесхозными. За порядком на них присматривает служба, у которой попросту не хватает инспекторов на все районы. В составе Совета и Григорий Воропаев, председатель общества охотников и рыболовов. Он не согласен ни с новой схемой охоты, ни с тем, что общество осталось без угодий. Дмитрий Горелов пояснил, пока идут судебные тяжбы, договориться и решать проблемы сообща вряд ли удастся. Сегодня, к сожалению, я еще раз говорю, я подчеркиваю, к сожалению, правовой позиции для того, чтобы заключить договор с общественной организацией охотников и рыболов, либо передать просто такие охотничьи угодья, отсутствует права и позиции, возможности, права и возможности отсутствуют. Необходимо ее разрабатывать, то есть это все создавать. Все это мы сможем создать, только если у нас будет общественное согласие, то есть о том, что одни не будут обращаться в суд, и вся эта тема будет устоять, другие не будут судиться. Сегодняшний срок исковой давности, который у нас существует по тем вопросам, который заканчивается 31 декабря 2014 года. То есть так или иначе у нас существует некое правовое поле, которое позволяет и дальше находиться в судебных тяжбах и судебных вопросах до 31 декабря 2014 года.